дорогие мои всем привет так как я только что приехала из москвы с цифрового форума я думаю все вы его видели просто бомбезные новости для лидеров также мне бы хотелось вам показать еще и новиночки самой попробовать и самой все протестировать заказ у меня будет разношерстный прошу прощения как получится вот ну во первых конечно же коралловый кальций обязательно я его заказываю по 10 штучек сюда в кадр попала только 2 потому что смысла нет одинаковые все снимать только что сделала маникюр буквально полчаса назад ну и смотреть этот коралловый кальций он идет для кондиционирования воды чтобы она стала намного полезнее далее нам понравилось обычная без всяких приправ соль уэльская вот я ее взяла второй раз она не такая супер соленая как обычная соль но идет с пониже содержанием натрия и мы конечно же сейчас готовим только на этой соли одобряю прям отлично а за 14 дней поездки даже за 15 дней поездки мы израсходовали 3 баночки стевии потому что и в ресторан и везде их с собой брали это хороший такой сахарозаменитель у него есть какой-то такой легкий привкус она нравится не всем это на любителя но тот кто заботится о своем здоровье просто обязан эту стевию попробовать попробуйте потому что сахар это зло а напиток для похудения будем брать его с собой в дорогу он идет очень у него интересный состав моего берем уже не в первый раз все мы с вами понимаем что современный ритм жизни с днями заполненными делами ежедневными стрессами несбалансированным питанием конечно же приводит к упадку силы когда мы питаемся неправильно мы полнеем и полнеем очень сильно и вот как раз вот этот вот травяной фитоконцентрат это напиток на основе комплекса из 8 фитокомпонентов которые и тонизируют и помогают сжигать жировые отложения и усиливают антиоксидантную защиту организма а в течение всего дня способ применения у него очень легкий у него очень простой он вы его просто кладете в горячую кружечку и все получается великолепно значит смотрите это фитоконцентрат идет для похудения действительно я не знаю откуда у меня минус то ли от спорта то ли от коктейли велна 100 лет этого но я так понимаю что все нужно делать в комплексе и тогда похудение пойдет просто великолепно значит составе экстракты черного чая плодов шиповника сок апельсина чай матча экстракт зеленого чая плодов гуараны и лимонника китайского и экстракт кардамона он эффективно тонизирует действительно я с него как энерджайзер и дает энергию он усиливает антиоксидантную защиту организма но если его выпить слишком много он действует немножко как слабительное поэтому да с ним конечно поосторожнее особенно перед дорогой на дорогу много не пейте а также он ускоряет обмен веществ что помогает усиленно сжигать вес в упаковочке идет 14 порций он абсолютно недорогой всего лишь 300 рублей и ребятам очень вкусный мне он очень-очень понравился далее вот это вот все это идут подарки у нас очень много акций читайте сайт фаберли разделы для бизнеса и так далее очень много акций вот я получила в подарок не автоматом упала я очень-очень рада вообще не чай family club выпуская свою продукцию с заботой о здоровье о нашем продукте поэтому я прям счастлива получать такие крутые подарки это я дочку взяла она очень любит это такие детские конфетки без сахара я думаю все вы их знаете молочный шоколад без сахара артикул 160 71 ну и пойдемте смотреть кружечки а ребята смотрите дальше такие вот кружечки просто бомба они такие тяжеленькие хорошенькие красивенькие с логотипом love да то есть это наша линейка новая в которой появляются и одежды и так далее вот такая желтая кружечка у нас с вами получается с артикулом 910 198 называется милая овечка кружка желтая 420 миллилитров и причем это не просто кружка это фарфоровая кружка ребята это стопроцентный фарфор это классно далее то есть то есть такая же кружечка только такая вот фиолетовая может быть даже лиловая ее лучше назвать такой нежный приятный классный классный оттеночек артикул 910 197 тоже фарфор тоже 420 мало и вот тут ух как звенят до слышите и вот тут у нас как раз еще такие вот малюсенькие кружечки слушайте интересно сколько они малы идут так они идут 250 миллилитров артикул 910 199 значит такая вот малюсенькая кружечка мне кажется мне ее очень полюбит викуся пить из нее тоже такая тяжеленькая но в меру значит 250 миллилитров но это получается один такой вот стаканчик а желтая кружечка ну ребят можно целый сервиз собрать да то есть рисунки все одинаковые мне нравится такая красота артикул 910 200 с удовольствием закажу еще буду заказывать на подарок потому что это классно так ребята далее у нас идет с вами бутылка с соковыжималкой мы ее попробовали то есть вы сюда можете налить водички немножечко отжать туда сока ну я так понимаю любой можно даже киви мне кажется да а грейпфрут апельсин все что угодно все что вам понравится то есть вот таким образом нажимаете у вас уже там есть вода грубо говоря давние вы нажимаете и вот таким вот образом отжимаете и она туда попадает можно на выжимать прям свежего сока и взять его с собой да а можно и разбавить его там с водичкой вместе сахарозаменителем да то есть не будет все такое прочее видите это тут уже чистый такой вот видите да тут на дне уже сток то есть в это дело закрываете и спокойненько пьете то есть его можно брать с собой допустим захотели в жару попить отлично сразу же свежий выжатый сок где бы вы не были я думаю это здорово так сколько тут влазить малым объем 700 миллилитров ребята целую армию можно напоить высота 24 с половиной сантиметра реально здорово яркий не он бутылка с соковыжимателем тоже коллекция love или moments как и кружечки артикул девятьсот десять двести двадцать пять еще я вам не показала крышечку да то есть как вы все отжали а плотничком крышечку закрываете и все великолепно то есть тут тоже откручивается я думаю как вы поняли да тоже откручивается и тут тоже сок и все до такой степени если не открывать герметично и прорезинено что проблем не будет с утечкой очень симпатично тут такая крышечка и кстати она тоже открывается очень очень удобно пить на далее такая вот живица очень классная штучка она идет как иммуномодулятор источник полиненасыщенных жирных кислот класса омега-3 омега-6 растительного происхождения мы всей семьей пьем просто по 5 штучек с утра да такая вот поэтому мы заказываем много что она вообще делает способствует повышению защитных сил организма влияет на укрепление сосудистой сердечно-сосудистой системы и стимулирует кровообращение восстановление обменных процессов головного мозга 90 капсул по 300 миллиграмм и кстати вот это живица мне дала нормально акклиматизироваться и у меня все хорошо в поездке было да хотя мы выезжали оттуда откуда холодно и приехали в 40 градусную жару прожили там 10 дней полетели назад уме я как раз участвовал на форме я понимала что мне нужно себя хорошо чувствовать и вот именно это живица она дает для сердца вот это вот питание то что нужно когда вот и действительно тяжело поэтому я прям ее пила пила и иногда даже пила еще на ночь пять штучек до с утра 5 на ночь 5 никакого передоза ничего не было потому что я чувствую когда мне нужно побольше когда мне нужно поменьше то есть я сама себя регулирую очень мне хотелось попробовать и когда мне катюшка сняла видео что это пришло мне прям захотелось довольны ребята значит это матча это японский зеленый чай растертый в порошок который традиционно используется в японской чайной церемонии особенности выращивания приготовления позволяет этому напитку сохранять огромное количество полезных веществ чай содержит большое количество антиоксидантов помогающих сохранить молодость и предупредить развитие многих заболеваний до такой вот убить и прям порошочек порошочек совсем и л-теанин снимает напряжение улучшает настроение памяти концентрацию внимания одна чашка чая матча за ее дает занять энергией на 6 часов аж прямо большое количество хлорофила способствует эффективному но мягкому очищению организма от токсинов я думаю нам ребят всем это надо особенно тем кто живет в городе также ускоряет метаболизм помогая контролировать вес высокое содержание витаминов а c калия и железо и также страна происхождения сырья идет япония в упаковке 25 порций а по 2 грамма способ приготовления тоже тут очень интересный прямо интересные ребята значит значит сухую чашку положить 2 грамма одну вторую чайной ложки добавить 70 малой горячей воды или растительного молока активно взбивать венчиком до образования плотной пенки но у меня пенка не получилось вот я наверное поторопилась она сначала была но потом осела резко быстро много вот значит вот такая вот ну что ж будем пробовать горько кисло травяной какой-то такой вот интересный хочется пить его без сахара первое впечатление не очень если честно ребят я не могу сказать что это вкусно от этого вы будете кайфовать но я бы виду того что хочется позаботиться о своем здоровье я бы его просто бы выпила залпом и чем-нибудь к запила водичкой какой-нибудь да тогда было бы нормально но не супер противно вот как вот про гумин у нас выпустили да это такая штука очень полезная для здоровья про гумин я прям не могла его пить мне было очень невкусно его выпила мама вот тут я конечно очень удивилась когда увидел это вид новинках гречишный чай 25 порций думаю что что такое за гречишный такой чай как его вообще можно пить но смотрите какой он интересный маленький такой то есть такая вот смесь и сейчас я вам про него расскажу то что вот только написано на сайте запах такой да есть такой аромат гречки но не обычной гречки а какой-то интересный такой так вот ребята эта вещь очищает от токсинов выводит лишние жидкости из организма улучшает метаболизм способствует снижению веса укрепляет сосуды сердце повышает свертываемость крови нормализует работу желудочно-кишечного тракта повышает иммунитет и борется с воспалительными процессами страна происхождения у него китай артикул 157 69 вот я его заварила таким образом значит что тут написано рекомендация по приготовлению 1 чайная ложка на 200 миллилитров воды залить 90 градусов цельсия и дать настояться три минуты но я подождала пока он высохнет ним высохнет боже мой остынет немножечко да и вот получилось так что он не растворяется он остается на дне ну и будем пробовать аромат практически безвкусный очень приятный аромат тут такое чувство что что-то подгорелые да вы знаете прямо как будто что-то сгорело вот поджарили сильной такой обжарки но на самом деле когда пробуешь очень приятно пить реально приятно вот это вот мне понравилось вот этим я буду ускорять свой метаболизм и с этим вместе худеть да вкусно а вот это я наверное буду как лекарство давно заткнул выпила прокинул но не противно так вот как вот да получается прогумин прогумин я вообще не смогла пить какой-то был кошмар но иногда не все полезное всегда должно быть вкусным да то есть вот я недавно очистила организм а пила пижму кору крушины полынь это было что-то чем-то это было ужасно это было горько но мы это пьем потому что организм очищается и становится лучше моложе и энергичнее и бодрее так далее поэтому конечно тут нужно понимать что вы для себя делаете только лучше и не обязательно должно быть супер мега вкусно то есть но нормально сносно пить можно это самое главное ну что дорогие мои пришло время нам с катюши вот с этой вот катюши да это визажист протестировать наши новые тени хайлайтер и жидкие и так далее да то есть это тоже год как новинка на моем канале будет впервые вот поэтому будем смотреть что получится начинаем с глаз наша новая палеточка кто еще не видел я сниму потом смочи если вам нужно пишите обязательно значит артикул у нее 57 39 6 штучек по 0 75 грамм она идет абсолютно матовая пигментация у нее просто зверь ничего себе я наконец-то классическая матовая пигментация давайте сводчи сделаем обалдеть это ж просто они же наверно бесконечно но очень долго хватит просто смотрите да сводч и сами тени ну в общем я это вам сделаю все красиво давай катюша начинать так смываются без базы да давай без базы как раз стойкость проверю что ты накладываешь накладываю пока сами базовый оттенок беру вот средненький вот такой цвет кожи чтобы просто выравнивать нам все более равномерный цвет как базы наношу пока плоской кистью чтобы понять как работает продукт на плоской вроде пока ничего не пылит да катюша первый раз ступа лету руках держит например лице и понять как это все работает как с продуктами можно работать цвет кожи так вот шусти кисточку и сейчас вот таким вот коричневым оттенком слегка будем обнимать уголок на выбираю совсем чуть-чуть с ними надо осваивать тоже видно сменила кисточку на более пушистую чтобы посмотреть как тени ведут себя кисточку тушить тоже хорошо мягко мы скоро с нашей профессии станем и визажистом и косметологом и психолог и маркетологом очень легко тени мягкие очень мягкие наносятся легко без проблем и пигментация у них очень ярко поэтому кстати у меня нависшее веко и сейчас катя дает секреты как это нависшее веко убирается на камере тоже не такие более рыженькие на деле оттенок будет коричневый такой спокойный более нейтральный то есть он не сильно рыжий как может показаться он больше в классику так что по цветам палетка считаю что удачная на этом этапе что только два цвета посмотрели кстати вот то что цвета samsung телефон передает не всегда те которые на самом деле должны быть это факт но самое главное как они наносятся и я сравнивала тени с каталогом совпадение стопроцентное на фотографии поэтому верьте каталогу а тут просто так посмотрим самый темный оттенок у меня всегда бывают вопросы это вообще это набирают еще набираем они набираются очень-очень легко и много так что действительно дозируйте чтобы много не набрать и не переборщить темным оттенком будьте аккуратны потому что вот он уже начинает осыпаться потому что он яркий и его прям вот чуть-чуть сложно набрать чуть-чуть здесь вот у меня немножко уже он насыпался от того что он яркий они прям такие сухие да но я бы не назвала их супер сухими такая интересная текстура что-то типа шелкового что ли ну что сухие они прям очень быстро так осыпаются сухо а эти нет они как-то пошел как будто распределяются что вот насчет текстуры она у них очень интересная такая мягкая но оттенки чисто матовые прям совсем они даже нет никакого намека на сатиновый блик или еще что-то нет чисто матовая классика-классика так скажем вот возьму еще вот этот вот оценок по цветам очень удачно все таки палетка где вы можете спокойно все переходы прорисовать в матовых оттенках даже и серый есть это редкость когда серый классическое коричневые оттенки бывают прям очень редко такое очень серый всегда отдельно в серых палетках здесь в него добавили интересную если хотите цвет более яркий насыщенный чтобы сразу только плотненький ложился на века тогда лучше плоскими кисточками работать и он более ярко сразу цвет вам выложит если хотите более нежные оттенки с растушевочкой тогда убирайте кисточки пушистые и не более мягко вам сразу будут наносить и растушевывать и нюансы этот на улице же мотаю мне кажется столько много всего уже за 20 лет поменялось это точно меняется все очень быстро тренды меняются быстро и возможности быстро и адаптируется все очень быстро производство той же косметики это я не знаю надо насколько за этим всем следить и быть на передовых это сложно на самом деле ну все мне осталось проверить стойкость и стойкость я буду проверять ребят не поверите в дороге мы сейчас садимся в машину и около 11 12 часов и едем в челябинск на южноуральский фестиваль успеха вы представляете как я круто проверю стойкость что от них останется через 12 часов дороги до следующего душа вот я только что после душа и следующий душ у меня через 12 часов кстати база появилась и причем клевая такая база именно для век я ее когда нанесла на один глаз и походила несколько часов то есть века без базы немножечко блестела чувствовалась а века с базой каким было таким осталось ну таким матовым как будто знаешь сухим не в это было конечно в новинку удивительно хотя у меня глаза сами по себе но у меня не жирная кожа то есть ничего не на лице особо не плывет но когда красишь нижние ресницы у меня всегда панточка от любых вот у меня вчера красила профессиональный визажист москвичка спросила какую тебе тушь водостойкую или обычную я говорю нижние ресницы давай водостойкую ну что вы думаете я все равно пандочка только я очень долго удаляла нашей обычными целяркой которая не заточена под водостойку я очень долго и потом мне еще пришлось сделать патчи потому что немножко даже покраснело потому что я натерла кожу и причем пандочка вот это она действительно была водостойкая я ее смывала очень долго но все равно к концу вечера вот она мне сделала мейк где-то около 10 утра закончила делать нет даже в 9 потом она мне стала делать по моему прическу или наоборот я сейчас не вспомню так нет да прическу потом значит макияж она мне сделала водостойкий в 9 утра и я уже где-то 6 вечера уже все пандочка хотя в москве жарко не было там на солнце 25 но я не вспотела да я не вспотела в москве вот но потекло потекло скажу честно и я пришла в номер я все вытирала снизу водостойкие тени водостойкой тушь в кавычках были вот по ее словам но тоже вот как я же не знаю как я проверю вот и все это вот наносила заново хайлайтер под глазки вот этот беленький так как он называется консилер все по новой наносила чтобы потом мы прогулялись сходили по поужина ли до ресторана то есть как бы не знаю даже что-то было не так что-то было не так но сам макияж мне тоже очень понравился вот прическа у меня тоже такая была впервые на форуме и честно сказать мне не очень понравилась такая прическа я сама сказала закалывай попробуем такого у меня еще не было и вот на самой камере какая-то знаешь такая лошадинушка я была честно честно тебе скажу прям почувствовала я то что это не моё сразу нос такой знаешь большую челюсть такая большая хотя вроде визуально я тоже смотрел истории то есть визуально я скажу что было там очень что-то большое нагороженое что-то крупное и объемное на голове нет не объемное но это правда смотрелось немножко по-другому я сразу подумала что тебе будет непривычно скорее всего да я поняла что на камеру это не тот образ который надо было делать но я сама согласилась как бы мастер тут вообще ни при чем но на вид мне очень хочется тебе забрать она сказала давай тебе она сделала голову сделала пышно пролила и награды давайте я вот этой стороны заберу мне говорит хочется вот так тебе забрать и тут так все пышно кудри и я гривну давай и она потом сделала мне так ху второе и мне показалось что будет красиво ну знаешь вот сейчас ты забрала красиво да и она мне вот так же высоко сделала но почему-то на камеру когда я вышла с этими кудрами совсем мне такое чувство что у меня такой подбородок такой вот нос то есть камера исказила она сделала меня не не сказать то даже не тем человеком которым я была в живую то есть все равно есть образы которые на камеру делать чуть-чуть собираться но это именно темный цвет остальные не пылят они были спокойно вот именно темный он такой сложный уже и свяжка наша вербена он очень яркий поэтому с ним прям поосторожнее так понимаю его надо вообще чуть-чуть чуть-чуть все закончится он останется двигаемся дальше мне в принципе все нравится как он себя ведет палетка мне нравится то что она классическая я давно именно такой вариант тоже искала чтобы вот были все цвета по классике и можно было разбавить каким-то рыженьким оттенком и серые оттенки в палетке это правда очень ценно поэтому можно рассматривать на каждый день сделали хорошо и со вкусом я рада двигаемся дальше дальше у нас будет консилер до 2 новых оттенка консилера не знаю подойдут они мне или нет у катя сейчас в руке 6475 да все верно вот ранее мне они уже нравились и они как-то отзывалась здесь такое более более желтенький оттенок на первый взгляд без розовинки давай посмотрим так пока и главное вот сейчас компания фаберлик а вот смотри стали подписывать ну да 6475 да здесь 64 76 да так мы смотрим его посмотрим 76 о это на мою загорелую кожу да это тетяна будет еще видно что он в сравнении ну вот этот я бы с чем не перемешивала я бы его в чистом виде не стала бы на себя наносить хотя ребят я без тона это я так загорела это я так загорела у меня вот тут вообще все было красное у меня ужасно болел нос и вчера со мной мейкаперша замучилась если честно она сказала о о о о я не взяла с собой зеленый фигмент а че говорит у меня сеньорка помидорка я говорю да 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 но я же видишь у нас есть крем в компании фаберлик кислородный бальзам и малофтелин вот вот и получается я сначала и мазала потом бальзамом кислородным потом протрусь опять им и так каждые два часа я лицо то вылечил да 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 но не до конца нос то все равно ну вот где сильно то подгорело но прям горелым было и она говорит надо было себя сфоткать и ой колючая какая и вот ты понимаешь я ее не предупредила она говорит она же мне уже делала до этого макияж мы с ней знакомы там давно и она говорит я же не подумала что ты такая красненькая привыкла чтобы ты зелено-белые и и она стоит на меня смотрит и понимаешь она не тупо литр оттенков на меня взяла я же всегда такая это ну как этот не оттеночек но вот тот который очень долго коричневый который 76 он прям даже на загорелую кожу темноват тут вообще надо прямо очень-очень смогу кожи не будет отобрать а вот который полегче но вот сейчас на загорелая нормально а вот если было не загорелая мне кажется мне тоже не подошел а вот этот вот 75 сейчас хорошо и кстати 75 я вот смотрю что в нем в нем очень много светоотражающих частиц вот на том оттенке их не так сильно заметно нужно еще на камеру хотя нет тоже видно и это для консилеров честно это большой плюс когда я прям видно вот это сияние она очень хорошо отражать особенно у тех кого есть синячки темные прям темные темные вот эти вот под глазами это зона вот сейчас я и увижу что она прям сияет давно я не видела таких консилеров а это знаешь еще из-за кольцевой лампы невозможно может быть это на летнюю серию они еще так поактивнее его упустили ну может нет сейчас тестировали да немножечко вот этот вот крем для век с артикулом получается 2613 я его нанесла хотя он и ночной но когда же его протестирую если я сегодня уезжаю да и я его просто нанесла посмотреть как он а он так быстро впитался никакой жиринки вообще ничего ребят такой комфортной но никакой реакции пока что мне не произошло хотя написано пусть он будет красивый подарок который вы можете сделать своей коже это полноценный сон с косметикой dream therapy вообще мы у меня наверное веки спят а я работаю да ну в общем мне понравился вот этот dream therapy тем что он не вообще не жирный и вот даже днем можно как бы использовать даже перед нанесением макияжа он мне повредит бы это хорошо что двигаемся дальше на что подушку не замарает это точно для основы тональный катет и наверно мне теперь светло будет это сессии средства а запомним напомним что сессии средства у нас должно по сути подстраиваться побывала 10 дней на отдыхе вся косметика на удивление пошла ли я сам пошла лесом до куча открытых баночек нанесем немножко чтобы выровнять и в основном на центр будем тогда его наносить на периферию уже такими остатками по работам ну да тоже хороший выход из ситуации так очень интересно пахнет такой травяной мне нравится приятно прикольно я сначала не поняла он идет для жирной проблемной кожи вот а я после дату следу и видно прыщики пошли это у меня то ли акклиматизация то ли пмс непонятно но не то и другой как обычно да я из этого катя этот подсунула думаю пусть он еще меня полечит задним потому что прошлый раз когда у меня пошла сыпь аллергия на что-то я так и не поняла на что но было много инородной еды можно так сказать которую я раньше не ела и я его нанесла перед фотосессией также и у меня все прошло за однако представляете как туру ну ничего как так то нормально да он светлый вижу конечно что светленький но в принципе это все терпимо сейчас мы попробуем поиграться с бронзером снова вот и смотрим дома как он себя поведет мы просто более-менее выровняли цвет лица сделали его однородным я вот видела визажист в москве делала сначала жидким бронзером а потом сухими шуфами можно по-разному можно также бронзер на самом деле и хайлайтер если они жидкие нанести вообще на чистое лицо а потом уже то есть немножко это чтобы у нас получилось так скажем очень яркий более спокойным не вот этот очень подошел он очень красивый я им пользовалась весь отпуск правда я его ранее он теперь вот так отдельно не хрену можно да главное что он не разбился при падении и он очень классный прямо вот на мое светлое лицо было здорово сейчас не знаю что получится я вот это да это бронза я брала кабуки вот так уж и по стряхивала и 8 вот так вот нарисовала грубо говоря восьмерочку вот так вот шла и вот тут побольше вот этого наносила потому что меньше было видно вот сюда побольше растягивал мне понравилось прямо вообще это кстати тоже новинка вот из этой вот линейки которые мы сейчас будем тестировать новенькая голубенькая серия так это ты взяла бронза 64-46 запачкала его то есть он мягкий кушончик то есть можно сразу вот так вот чуть-чуть выдавливаем и по лицу уже вот так вот распределяем не видно не видно давайте пробуем на лице или здесь то есть о да я уже нанесла так нанесла то есть вот он такой ребят зато уже видно ну да все равно лучше лучше все равно это хотя можно сразу же вот так привычки с кистью работаем что я говорю я тоже наверно лучше бы распределить работу мы на то есть пока затем не участки волос чтобы музыка был более блестящий а мне много тут и не надо у меня само тут солнце солнышко на хайлайт дерево на бронзи дерево на бронзи дерево на бронзи дерево серьезно бьется не цена просто надо его так я говорю что не очень удобно его сразу же из упаковки поэтому лучше куда-то на ручку это распределить уже думаю что либо вообще с руки это делать набрать в общем кому как удобно то есть оттенок на растушевки он тоже легкий легкий такой будет закат но сейчас актуальны такие средства бронзера не вообще сейчас в принципе даже заменяет скульптурирование которая обычный скульптор идет затемняющие разума мне можно обходиться даже бронзу приходится где нужно можно вообще по всему лицу если мы хотим придать оттенок загара всему лицу я именно пока делала не на все лицо она затемняющие части более классическом непонятно непонятный продукт да то есть его нужно на самом деле не так уж и мало достаточно если мы хотим прям вот здесь так второй продукт у нас идет с артикулом 64 45 это хайлайтер но как катюш бронзер непонятно честно он непонятно то есть по оттенку он вроде бы все хорошо но наносить его с помощью вот этого кушона не совсем удобно то есть лучше все равно ручка это потом распределять или кисточкой я бы тоже такой кисточку с помощью кушона мне непонятно ну что смотрим хайлайтер сейчас принцип тот же тут у нас такой мохнатый кушончик а он его можно убрать что-то вмешается да например суши по-моему отходит сейчас как сломаю свой новый ноготь глинтай лучше я тогда я только-только сегодня сделала не они убираются ну в общем понятно шанс убрать ну ладно не будем баловаться так давай побольше чтобы все было там вот такой вот он катюш можешь брать на такой светленький но и хайлайтер то есть он уже подсвечивает у нас вот он такой оттенок сияет то есть он легкое легкое сияние вот такого-то оттенок можно вообще в принципе я бы его даже использовала на все лицо перед тем как мы нанесли на что чтобы подсветить его глазу под макияж и скажем так чтобы сияние у нас такое было изнутри так он мне кажется бронзу даже ярче был немножко на такую сторону его пальчиком на нашу то есть я могу его тоненьким слоем нанести потом тональный сверху крема и об этом сияние такое то есть это вот прям очень хорошо можно на съемку использует чтобы лицо было более выровнены так куда остатки пошли маму красить квартиру накрасим у них жалко ребят конечно меньше да да крути он более 1 провинилась я пол тюбика воды что не сделаешь для любимых дорогих подписчиков ну цвет красивый да не рыжит ничего такой сладкий да классический ничего лишнего никаких таких вот да то есть обычный такой приятный так что дело все закрепим нашим пудрой так ребят пудра новенькая значит получается артикул в этом dry perfect не на называется артикул 63 49 она тоже очень такая вот белесая прямо как вы видите почему то значит идут такие точечки дырочки эти дырочки для того чтобы можно было наносить вот этим спонжем влажным способом можно наносить влажным можно наносить сухим я люблю сухим наносить потому что я люблю тональное средство именно вот тональное средство мне больше нравится вот то есть я нанесу его чуть-чуть по всему лицу чтобы так скажем зафиксировать все что мы только что сделали мы тоже хорошо так вот этот весь блеск слегка приглушает именно приглушаю то есть он полностью его не убирает а как как фиксирует и делать его более спокойно глазки чуть-чуть то есть много тоже не наносим наносим прям помню ножку так ну что можно использовать еще для усиления сияния ножки наш эффект перехода хайлайтера в бронзер здесь вот наш улья не такое чувство что даже румяна тут минусе да я тоже сначала хотела сюда добавить румян но сейчас воля для выбора я выбирала более такой оттенок тогда вы да это а тут нет артикула ребят на это наши новые артикул к сожалению не подписан тут тоже есть скульптор довольно удачный выбор сочетания цветов а вот чуть-чуть буквально на яблочко только добавлю чуть-чуть чтобы у нас такой получился красивый загар вот это вот поцелуй солнышко на щеке совсем немножко далее как обычно наша любимая наверное уже тушь и моя и катя click and go 5767 до нажимаете и она выходит то есть ее не нужно крутить кстати первая в мире такая тушь компании faberlic нет уж на самом деле очень классная полюбилась потому что с ней довольно быстро можно накрасить ресницы и густо хорошо равномерно без всяких мучений нескольких слоев то есть одного слоя даже достаточно будет чтобы хорошо прокрасить все ресницы катя ресницы наращивала поредели да да не поредели видимо тут клей где-то не сошел а это мне вчера девушка клеила ресницы на форум вижу там что вот я пыталась его вымыть но это же сама понимаешь красотка нижнюю трюк раз не давай не так тушь для бровей у нас дальше идет то тоже для бровей артикул 52 59 мне нравится что на брови и укладывает и тут же красить потому что две недели назад я красила брови уже седые полезли к сожалению горели до 40 лет такая штука 40 лет такая штука что остались мы без бровей опять тушь для бровей это конечно находка потому что действительно она позволяет и вложить брови сразу же и придать им оттенок не заморачиваясь карандашом можно так аккуратнее по коже прям немножечко по активнее порисовать и цвет будет и на коже тоже катя нормальный оттенок ну конечно рыженький но с учетом что у тебя брови сейчас темные из-за того что видимо покрашены были еще то есть сохранился какой-то оттенок такой темно-коричневый цвет с рыжим к нам так немножко нейтрализует что этим и надо было за потерем и по серии да ладно их страшу другие закажу крошу хотя принципе не не скажу что прям вообще бросаться в глаза то что оттенок теплым не какой-то поле рыжий нет этого нормальная хорошо хорошо подготовились конечно кубы губы чем будем красить а губы губы кстати я с тобой брала вот такие вот оттеночки они такие прикольные это пигменты которые с губ не стираются долгое время в жару кушаешь мороженое напьешь коктейли и ничего с не происходит но это только для пляжа сейчас мы поищем что-нибудь нормальное все